Друзья, всем большой-большой привет! Я продолжаю свою серию видео из разных районов Севастополя и сегодня продолжаем гулять по проспекту Античному. Пройдемся с вами до пляжа Омега, это очередной городской пляж. Я его уже показывала в своих видео. Немножко покажу еще вам район, про который я вам рассказывала в прошлом видео, когда снимала Динопарк. И пойдемте вместе с нами. Друзья, я нахожусь сейчас на Античном проспекте. А здесь располагаются дома новостройки. Вот такого симпатичного вида. Я вам уже рассказывала, что они здесь построены в таком античном стиле. Это все современные дома. Что-то было построено при Украине, что-то уже при России. Мы сейчас с Арсением тут забегали в школу по делам. Хочу вам немножко показать. В новых домах здесь есть и аптеки, и магазинчики. В том числе сетевые магазины, типа магазин Пут. В основном здесь, конечно, ценник чуть повыше, чем если, например, выйти куда-то в город. Опять же, те же аптеки и все остальное. Но вот Пут цены ровно такие же, как во всем остальном городе. Здесь недалеко есть торговый центр «Апельсин». Если дворами пройти, наверное, буквально 5-7 минут, там уже ценник такой средний по городу. Ну, конечно, магазины небольшие, которые находятся в микрорайоне, они чуть дороже, чем обычно. В этом же районе располагается вот такой интересный дом. Его еще называют Колизеем. Он круглой формы. Вот. И он считается домом образцового порядка. Что бы это ни значило. Да, ну, ясное дело, что здесь максимально все службы ЖКХ за ним следят. И облагораживают дворы, подъезды и так далее. Там такой у него интересный круглый двор располагается. Высажены деревья. Можно немножко туда заглянуть. Вот так. Парковка для машин. Ну, а мы с вами пойдем к морю. Колизея мы с вами свернем направо. И пойдем через дорогу в сторону пляжа Омега. Помните, я рассказывала в прошлом видео, когда снимала динопарк, что здесь идет античная дорога. И вот как раз ее часть, сохранившуюся, можно увидеть. Сейчас я вам покажу достатки самой дороги. Оно такая узенькая была. Камнями выложено. Интересно, откуда-докуда она тянулась? Почему так ценен именно вот этот участок? Здесь можно увидеть вот такую арку. Сейчас пойдем прочитаем, что там написано. Ни разу к ней, честно говоря, не подходило. А здесь и нет ничего такого. А, ну вот сверху. Национальный заповедник Херсонес-Таврический. И все, что можно здесь увидеть. Мы перешли дорогу. И идем вот такой дорожкой в сторону начала пляжа Омега. На самом деле здесь можно перейти. Здесь вот такой небольшой пустырь, не пустырь. Не знаю, как его назвать. Прямо располагаются апартаменты. И там вот уже видно саму бухту Абрамова. Она называется пляж Омега. Вот здесь, в принципе, можно пройти. Я здесь как-то пролезала уже туда, ближе к концу пляжа. Ну, там, скажем так, не очень красиво, не очень аккуратно. Вот. Поэтому мы с вами зайдем все-таки с нормального входа на пляж и на набережную. Смотрите, еще одна такая же арочка располагается. Здесь уже есть информационное табло. Оно, к сожалению, не выцвело. Здесь также в музее-заповедниках находится Херсонес Таврический. Про этот участок сложно прочитать информацию. Вот только название, что это тоже все относится к Херсонесу Таврическому. По той стороне дороги остались вот такие еще симпатичные дома. Ну, тоже, я думаю, что где-то 10-12 назад, наверное, отстроены. Это, вероятнее всего. Тоже в такой античной стилистике. И видны новые дома уже в сторону проспекта Октябрьской революции. Мы решили пройти мимо апартаментов Омега. По-моему, так они и называются. Сюда тоже приезжают люди, отдыхают. Я, честно говоря, уже как, можно сказать, местный житель, если можно себя причислить спустя 4 года жизни, я бы, конечно, здесь не стала отдыхать. Все-таки городской пляж, бухта, вода здесь грязная. Вот. Кто-то, может быть, и по работе приезжает, снимает номера. Честно говоря, не знаю, что руководит этими людьми, которые здесь отдыхают. Ну, вот, по крайней мере, есть такие небольшие отельчики, апартаменты. Даже здесь, как заявлено, люксовые апартаменты, уютные номера. Паня, хостел, Омега-4-5. Вот такой некрасивый забор рядом. Красуется, что-то недостроенное там за ним. Вот они, апартаменты Омега с этой стороны, с лицевой стороны. Подходим с вами к пляжу. Чем мне здесь нравится, что такая здесь всегда вода в солнечной погоде, красивая, бирюзовая. Где-нибудь на Сейшелах, Мальдивах. Ну, конечно, пляж грязноватый. Я бы не стала здесь купаться, особенно в самом-самом начале. Ну, я, правда, вру, я здесь купалась. Раза два, наверное, я даже купалась, но старалась не в сезон. Или в самом-самом конце сезона, или в самом-самом начале. Вот. Ну, это, скажем так, просто попробовала, и все по необходимости. Конечно, пляж не очень чистый. Здесь идет в перемешку песочек, прям с камешками. Что, Арсений, ты хочешь сказать? Вот если купаться прямо в самый жаркий сезон, то этого не надо. Здесь, во-первых, будет много людей, во-вторых и за. Изобилие тепла, возможно, появляется кишечная палочка. Изобилие тепла? Мне, например, повезло. Но моему другу не очень... И у тебя не завелась кишечная палочка? У меня не заболел, по крайней мере. Вот мой друг здесь покупался. И что? Причем провел здесь полдня. И что же случилось? Потом его обсыпало. Урвало, у него была температура. Не повезло твоему другу. Его обсыпало еще пипец, конечно. На самом деле, да. Арсений правильно говорит. Пока температура воды не очень высокая, вполне себе можно купаться. Потому что при низкой температуре воды не размножается кишечная палочка. Всякая остальная гадость. Вот. Поэтому, в принципе, в начале, в конце сезона желательно туда, к концу или к началу буквы. Не знаю, как правильно, откуда она начинается. То есть, ближе к открытому морю вполне себе можно купаться. Здесь достаточно мелко, нужно далеко, долго идти. Как видите, еще пока здесь пусто. Ну, в принципе, кабинки-переодевалки уже есть. Единственное, что с 15 июня, когда начнется у нас сезон, здесь будет осуществляться спасение на воде. Будут спасатели сидеть. Ну, и, в принципе, за этот период, наверное, должны немножко облагородить пляж. Мы, кстати, в прошлый раз с Анютой гуляли. Тоже здесь, в принципе, уже начинали что-то подкрашивать, подмазывать. В целом, в общем, достаточно чисто и аккуратно. Я думаю, что вполне себе пляж готов к сезону. Вот. Короче, здесь тоже лежаки установят. Ну, естественно, платные. Можно будет снять. Вот смотрю, кафешки большие, работают. Маленькие не все. Но мы сейчас тоже с вами пройдемся, посмотрим, как там у нас малый частный бизнес готовится к сезону. Вот. Как уже сказала, здесь пляж такой песчано-каменистый. Песок здесь завозной. Привозят его, но я смотрю, что его все-таки размывает со временем. Вот он оказывается в море. Но здесь такое оно немножко как бы иллистое. Я тоже не знаю, как назвать. Это не совсем песок. Оно такое достаточно мягкое. Но не то, чтобы здесь прям проваливаешься. Вот туда. Вот. В принципе, по нему комфортно ходить. Немножко есть водоросли. Но можно их обойти. По крайней мере, оно не все. Не все дно заросло водорослями. Вот. Но за счет того, что дно светлое, как раз и появляется вот этот бирюзовый оттенок воды. Также в воде есть камни. Немножко их вот видно. Они тоже здесь и у берега, и там чуть дальше. Смотрите, а здесь немножко пирс развалился. Ну да, он прям провалился вниз. И стоит забор. Написано пирс марийный. Проход запрещен. Ну, второй стоит. Там, кстати, есть пара скамеечек. Можно прийти и посидеть немножко. Полюбоваться морем. Сегодня, кстати, смотрю, ни уточек на море, ни лебедей. Мы с Аней как-то снимали такое осеннее видео. Я бы, правда, выкладывала то ли зимой, то ли уже в начале весны. В этой как раз лебедей застали. Полюбовались этими птицами. И что-то, смотрите, собрались сделать деревянный настил. Какое-то укрепление. Полюбовалось, наоборот, оно обсыпалось. Что-то оно здесь держало. Непонятно. Здесь у берега, смотрите, сколько водорослей. И аромат, конечно, соответствующий. Сегодня ветерок достаточно сильный. Погода такая, знаете, сейчас нет жары. Плюс 18-19 градусов. Но люди загорают. Даже вот такое солнышко, которое периодически появляется, и вслезает на нем очень-очень легко обгореть. Здесь как раз спасательную вышку, похоже, делают. Здесь кафе ремонтируют. Смотрите, подкрашивают стульчики. Выставили столики. Бар морячка. Здесь, кстати, в теплое время показывают фильмы. Можно прийти в мягких креслах, посидеть, посмотреть какое-нибудь кино в прямом море. Кстати, вот эти апартаменты очень-очень долго стояли в виде недостроя. Не знаю даже с каких лет. Мы уже 4 года назад, когда сюда приехали, они уже были недостроем заброшенным. И вот последний год-полтора, наверное, за него взялись. И доделали. Вполне себе очень так симпатично получилось. Не знаю, конечно, какое здесь может быть качество. После того, как столько времени стоял под дождями, под ветрами, тут этот недостроен. Он продается. Там, кстати, висит объявление о продаже. Дорого, 7 все дорого. Не знаю, сколько. Это апартаменты в городе. Это у Бонсои на пляже. Спереди видно санаторий. Я так понимаю, что он давно заброшен. Не знаю, честно говоря, что за санаторий был. Может быть, кто местные жители смотрят мои видео. Напишите, пожалуйста, что это за санаторий. Кому принадлежит. Ну, и я так понимаю, что он уже достаточно долгое время не работает. Мы как раз скоро упрямимся в забор от него. Вот здесь могу сказать, что уже море немножко почище. У берега, конечно, есть водоросли. Но это, знаете, природное все-таки. Вот. Но вода здесь явно лучше обновляется. Дошли с Арсениным до конца пляжа. Здесь есть турники. Сейчас мальчик поподтягивается. А я пока тут вот увидела, что есть такая табличка старенькая, информационная. О том, что это за дерево. С очень интересным названием. Возраст дерева 78 лет. Написано, что пляж не оборудован, проход купания запрещен. Хотя там видно, что люди купаются. Все равно. Ну, вот люди все равно туда проходят. И загорают. Купаются. Слушайте, ну, вода вообще уже очень даже неплохая. Вполне себе можно купаться. Смотрели недавно температуру. 17-18 градусов примерно. Вода уже в Севастополе. Здесь, кстати, за счет того, что море мелкое, именно Бухти Омега здесь еще быстрее должно прогреваться. Снимай, снимай, давай. Раз, два, ну, давай. Три. Эх. Что? Неудобно. Ну, ладно. Мужчина пришел, будет на самборде кататься. Кто-то купается. У Косинька тут сидели. У спортивной площадки. Видели, что молодежь там, мальчишки прыгали с пирса. В общем, народ уже начинает потихоньку открывать сезон, купаться. Здесь, смотрите, недалеко от бара Морячка тоже кафе вполне себе работает. Здесь вот доставали уже кресла, мешки. И подошли мы ближе теперь к этим достроенным уже теперь апартаментам. Смотрите-ка, здесь и территорию рядышком облагородили. Высадили растения, деревья, скамейки поставили. Еще тоже видно, что не до конца все это сделано. Еще некоторые скамейки в пленке стоят. Где-то еще не доставлено, не доделанно. Ну, слушайте, из того, что здесь было, это, конечно, очень и очень красиво. Кому интересно, номер телефона, продажа апартаментов, поставьте на паузу. Ну вот, опять же, да, есть опасения по поводу качества постройки, так как долго это здание стояло как недострой. А мы пойдем с вами дальше уже по набережной, будем возвращаться не вдоль моря. Посмотрим, что открыто здесь. Здесь пока все закрыто. Маленькие варечки. Думаю, что скоро-скоро откроется. На крайней мере, с начала июня точно. Сегодня уже 27 мая, кому интересно. На дату я вначале забыла, скорее всего, озвучить. Но это пока не работает. Но большие кафе, наподобие, например, Трипальма, они работают круглый год. Здесь еще какое-то кафе. Тоже вполне себе уже работает. Как называется? Называется? М. М. Пицца, да? МММ. Пицца. Пицца. Здесь площадка пустует. Уже рассказывала в прошлом видео. Здесь раньше был такой развлекательный центр для детей Пандора. Ну вот что-то, видимо, он себя не оправдал. Мы закрыли. Как раз мы, получается, два года назад, а, да, уже два года назад мы праздновали выпускной детский, детского садика Анинова. А вот семь лет назад праздновали мой выпускной. Только не здесь, да, Арсений? Семь лет назад мы праздновали его еще в Санкт-Петербурге. Так, Сеня бежал до мороженого. Сейчас купит себе фруктовый лед. А вот те самые три пальмы. В принципе, могу их порекомендовать. У них вкусные чебуреки. Хорошее обслуживание. Здесь мы реже, правда, бываем. Здесь я, наверное, раза три от Силы была. Есть три пальмы также еще на Парке Победы. Вот, там, кстати, обновленное здание сейчас открыто большое. Перенесли их в помещение побольше. Вот. Где-то еще есть три пальмы, не вспомню. Три места в Севастополе. Туристическая торговля. Открыто с винирной продукцией. Обувь. Обувь. Ну, как видите, прям так, чтобы массово люди купались, конечно, такого нет. Ну, вот кто-то с велосипедами сюда приезжает. Кто-то просто загорать приходит. Просто прогуляться. Даже видно, что дети купаются уже. Кто-то ножками просто бегает. Ну что ж, друзья, вот такое небольшое видео у нас получилось. Пляжа Омега. Напишите, были ли вы здесь, нравится ли вам этот пляж, как к нему относитесь. И всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok